Мы прошли мечту на прошлом листе, которая сказала, так что сказала на 33 листе, Два человека осветили себе двух девушек, но когда водили их под купу, поменялись женами. Что происходит там? Это было сделано неумышленно. Мы говорим, мечта закончила как ума фрешинотан, шроша худашим шема, мы убородхим. На три месяца их отделяют, муж и жену, чтобы посмотреть, что они не забеременели. Если они забеременели от чужого мужа получается, ребенок будет мамзир. Но если эти девочки, которые вышли замуж, они были младше возраста, когда они могли забеременеть, то есть они не забеременели, можно их сразу вернуть к своему первому мужу, который каждый из них осветил кого? Это его законная жена. И это называется Абхана. Без задачи, Мора это еще более подробно разберет на 41-42 листе, но на этой листе она разбирает то, что связано с нашей мечтой. То есть мы хотим определить чистое семя от, не дай Бог, нечистого. Говорит Мора, Амар Шмуэль говорит, что все женщины, у которых была там неправильная связь, ошибка и что бы там ни было, или не с тем и так как бы не получилось, они все должны подождать три месяца, пока они вернутся к своему законному мужу, кроме Георет и Мешухререт, девушка, которая была рабыней и не еврейка, которая приняла еврейство. Когда они были маленькими, и они приняли еврейство, и освободились, эти девочки ждать не должны. Можно их сразу вернуть. Отсюда выходит, говорит Мора, Аббар, Танаб, Абат, Исра, Ээль, Сариха, Лям, Кингим. И выходит, что если только эти маленькие девочки Георет и Мешухререт, которые освободились, они не должны ждать, то маленькие еврейские девочки ниже возраста беременности, они должны будут ждать. Эти только не ждут. Но эти должны ждать. А что наша Мишна говорит? А наша Мишна говорит, что эти девочки не ждут. Поэтому Мора после обсуждения говорит, что это есть на самом деле две версии того, что сказал Шумуэн. Что? Взрослая женщина, у которой была что-то неправильно связана с мужчиной, она должна ждать. Из-за чего? Потому что она действительно может забеременеть. Но маленькая, которая не может забеременеть, она тоже должна ждать. Из-за чего? Сказали мудрецы, маленькая девочка, у нее было связано с неправильным мужчиной, должна ждать три месяца из-за того, что люди не ошиблись и не сказали, а маленькой можно сразу вернуться к мужу? И взрослой можно. Поэтому он говорит так. Поэтому выходит, это зависит от ситуации. Мы сказали, что девочка, у которой скончался папа, и мама с братом ее выделили замуж, когда ей еще было меньше 12 лет. Она вышла замуж, потом она может сказать ей мужу, я не хочу больше с тобой жить, это называется миун. В этом случае она имеет право выйти за другого. Почему? Потому что мы здесь не сделаем гзера. Все знают, что она отказала, что она маленькая девочка, поэтому взрослая женщина не ошибется из-за нее. Поэтому здесь гзера постановление мудрецы не сделает. Второй случай. Знут диктанас цириха. Если же маленькая девочка изменила мужу, тогда она должна будет ждать, потому что другая, которая взрослая из-за нее, может из-за нее тоже нарушить забор. Мы сказали, что? Теперь ждать три месяца, пока вернется к мужу. То, что мы сказали, что маленькая, которая изменила, Гет, диктана, нисунидурайта, циркакзера. Дальше, Гведмара. А что если этой маленькой девочке он дал Гет? Он не развелся, она не отказалась, а он ей дал Гет. Или это была взрослая женщина, и у нее тогда был брат Патори. И там, когда мама с братьем выдали девушку замуж, она замужем только по мудрецам. Но когда взрослая женщина вышла замуж, старше 12 лет, у нее брак Патори. И далее Гет, циркакзера, она должна ждать 3 месяца, пока она выйдет замуж. Следующий, Знуд, как мы сказали, если маленькая девочка, или взрослая даже, изменила, должны ждать 3 месяца. Дальше, Георет, у Шуфререт, она циркакзера. Женщина, которая, Георет, приняла еврейство. Или, Мешухререт, которая освободилась, она не должна ждать, если она маленькая. Почему? Там не сделали кзирах. Потому что обычно маленькие девочки, не еврейки, они еврейство не принимают. Обычно взрослый человек принимает еврейство. Поэтому, так как это обычно не происходит, там кзирахахамим не сделали. Как мы сказали, если маленькая девочка поменялась с мужем, как наша Мешна говорит, то она не должна будет ждать. Почему? Потому что то, что эта Мешна наша сказала, на самом деле этого никогда не было. Написала Мешна, что если получилось так, что два мужчины освятили двух девочек, потом поменялись, эти девочки были маленькими, так как это случай непостоянный, он очень редкий, там кзирах тоже не сделали. Два. Это первая версия того, что сказал Шемуэль, что вроде бы сначала Гамара сказал общее правило. Шемуэль говорит, что все должны ждать. Но потом увидим, что есть исключения. Вторая версия того, что сказал Шемуэль, что два случая здесь меняется. То, что сказали внук для Канад-Цириха, что маленькая девочка, которая изменила, сделала блудодейство, она должна будет ждать. По второй версии изнук для Канад-Цириха, на самом деле она не должна ждать три месяца, потому что обычно маленькие девочки не изменяют. Сегодня мир поменялся, к сожалению. Но как бы там ни было, так как это было необычным явлением, чтобы и маленькая девочка гуляла еще, не дай бог, то там кзира не было, она не должна ждать. Вторая. Сказали, что взрослая женщина, которая приняла еврейство, и взрослая женщина, которая была рабыней, ее освободили, она должна ждать. Это по первой версии, три месяца они должны ждать. Вторая, по второй версии не должны. Они не должны ждать. Почему? Моразов дальше объяснит, что на самом деле, когда эта женщина хочет принять еврейство, она хочет, чтобы у нее было святое потомство, она уже не будет беременеть. И эта рабыня, которая освобождается, она тоже будет еврейкой, когда она освободилась. Для этого она была не еврейкой. Она тоже хочет, чтобы у нее было чистое святое потомство. На самом деле, вот это второй случай. Георет и Мишуфререт. Должны они ждать или нет? Это махрокетанам, это спор мудрецов Мишны. Ха Георет, ва Швуя, ва Шевха. Георет, женщина, которая приняла еврейство. Ва Швуя, ту, которую взяли в плед. Ва Шевха и рабыня, Которые их освободили, или их выкупили, или она приняла еврейство. Рабиуда говорит, они должны эти женщины ждать 3 месяца. Почему? Рабиуда говорит, можно им сразу выйти замуж, сразу. Теперь, какая разница, как мы сказали, что вот эти женщины, которые хотят принять еврейство, или они знают, что они освобождаются, они живут, у них есть муж, или еще кто-то, или если они не дадут их изменять, они используют определенные методы предохранения, чтобы не забеременеться. Как с вами говорили дальше, они использовали что-то в виде губки, мог доху, чтобы он впитал в себя семя, или, как говорили, они переворачиваются так, чтобы это семя у них не задержалось. Поэтому Рабиоси говорит, так как они уже намеряются принимать еврейство, или будут освобождены, они сделали все, чтобы не забеременеть, поэтому, как они приняли еврейство, они сразу имеют право выйти замуж. Рабиоси говорит, мы опасаемся, что эти меры предосторожности не сработали. Поэтому мы должны знать, что если она забеременела, кто папа? Тот или который будет? Кроме этого, на этом мы закончили Адрана-Лах, Арба-Афин, третью главу, начинаем с вами четвертую главу трактата Евамот, но до этого Рафтрум приводит такой пример. Он говорит, был Коэн, который был безбожником, он жил с нееврейкой, у него родились дети, потом он очухался, решил сделать чувак, он сделал чувак, и хочет, чтобы его жена и его дети приняли еврейство. Делаем мы их георр или нет? Герим или нет? Это большой вопрос. Что если эта женщина согласна развести с ним, потому что Коэн не имеет права жить с нееврейкой, и не имеет права жить с георр. А если она говорит, я принимаю еврейство при условии, что я останусь жить со своим мужем, она что получается? Принимая еврейство, она все заплаты принимает, кроме одной. Такое еврейство принятие не считается. И кроме этого, до этого она была не еврейка, а сейчас она, если будет еврейка, они не будут соблюдать законы Ниды, это еще хуже грех. Поэтому это большой вопрос. Нужно принимать или нет? Хадран Аллах, Арба Ахин. И мы начинаем с вами следующую главу, четвертую главу. Теперь Мишна, она 41-й странице нам скажет, что, как мы с вами говорили, евама, женщина, которая осталась вдовой без детей, должна ждать 3 месяца перед тем, как сделать или ебум, или халица. Почему? Потому что мы должны знать, кому делают ебум или халица, человеку, у которого не было детей. А если она беременная, то не нужно ни ебум, ни халица. То есть, если родится ребенок. Дальше. Поэтому говорит Маран, если она беременная и будет потомцей, то нельзя делать ни ебум, ни халица. Тогда она запрещенная сестра брата, у которого были дети. Теперь наша Мишна приводит в случае, когда это время было нарушено. Брат не подождал 3 месяца. Говорит Мишна так. Человек, который сделал халица, брат сделал халица жене вдове своего брата, покойного брата. И она оказалась беременной. И родила. Когда? Потом, после халица. Сейчас мы не знаем, кто родил. Когда? Теперь от своего. Если она родила ребенка, который будет жить, что значит будет жить? Когда у нас делают пидеона бен? На 31 день. Первые 30 дней это вопрос, ребенок будет жить или нет. То есть, он прожил 30 дней. Это одно объяснение. Другое объяснение, что мы знаем точно, что ребенок был в животе у матери 9 месяцев. Тогда он тоже считается живущим ребенком. Тогда что получается? Халица, который он сделал, она была неправильная, потому что у его брата есть ребенок. Она была беременна. Это его брат и ребенок. Ибу не сделал? Он сделал халица, не ибу. Он сделал ей халица. Там мы поменьшаемся? Три. Он сделал халица. Брат умер. Он должен был, тот, который остался живой, должен был подождать три месяца и для халица, и для ибу. Но он не подождал, он сделал халица. Сразу сделал халица. Она родила. Теперь, если этот ребенок останется жить, то, что он сделал халица, никакой силы не имеет. Потому что она считается вдовой, у которой есть дети. И брату не нужно было делать халица. Поэтому... Не считается, что он с ней развелся. Поэтому она не считается женой его замужнего брата. То есть она жена его брата. Но он имеет право жениться на ее родственниках. А она имеет право выходить замуж за его родственника. Она не считается... Она не была его женой, или не была с ним халица. То есть имеется в виду, что когда мы делаем халица, это как будто он дал ей гет. Если он дал ей правильный халица, или дал ей правильный гет, не имеет права жениться на ее родственниках, на ее сестре, на ее... И так далее. Но здесь эта халица была сделана не вовремя, а не неправильно. А если ребенок умрет? Сейчас. Подождите. Поэтому... И кроме этого, мы с вами говорили, что кое не имеет права жениться на разведенной женщине. Патори – это запрет, патори коню жениться на разведенной женщине. Но мудрецы также сказали, так как женщина, которая умерла без детей, и ей сделали халица, мужчина, который умер без детей, женщина осталась без детей, и ей сделали халица, она не имеет права выходить замуж за коина по мудрецам. Почему? Потому что халица похожа на гет. Это если ребенок остался живой, халица – не действительно все нормально. А если ребенок скончался? Тогда Но если ребенок скончался, тогда у брата действительно не было детей, и эта халица имеет силу. И она не имеет права выходить замуж за его родственников, а он жениться на ее родственниках. И она не имеет права выходить замуж за коина, потому что эта халица имеет силу. Дальше говорит Марат. И эта халица, она как груша. Мишна продолжает и говорит так. Первый случай, что там было полбеды, все, что он взял, он взял халица. Раньше времени. А если был другой дурачок, пошел и бум взял, и забрал ее, и имел с ней интимные отношения, а она оказалась беременной, и родила, если этот ребенок остался жить, он должен с ней развестись. И они оба должны принести курбан. Почему? Потому что она жена брата, с широбым коммитсва, где не было ему митсву, на ней жениться. Корбан, если бы они сделали теперь, он это сделал неумышленно. Если бы он сделал умышленно, тогда... он должен принести курбан-хатат. Если бы он сделал это неумышленно, он должен принести курбан-хатат. Почему? Потому что он нарушил Исур-карет. Он сделал это неумышленно, Исур-карет, не имеет права жениться на жене своего брата. Поэтому, так как сделал неумышленно, принести курбан-хатат. А если ребенок потом... И он, и она. Дальше. Если потом умер, уже не считается. Когда его отец был, он был живой. Считается. Теперь мы дальше посмотрим, что на самом деле, когда это ребенок... Это на следующем листе мы пройдем, что когда ребенок разрешает... Мы посмотрим, что если у него была соперница. Тогда ребенок разрешает, именно когда он родился, он ее освобождает. То... А если ребенок не прожил, он родился и умер, у тебя есть другой вопрос. Что значит, что он умер? Если этот ребенок действительно мог жить, но его мама прошла по ногтям, и мы знаем, что это может привести не дабы к выкидышу, и может умереть. На самом деле, ребенок считался живой. Он мог жить, но что-то случилось. Это тоже большой вопрос. Но как бы то ни было. Если этот ребенок умер, тогда его брат остался без детей, и поэтому он имеет право с ней продолжать жить, говорит, что Мишна ЕКМ имеет право оставить ее себе. Говорит, Марана, теперь ребенок родился, родился ребенок. Это, скажем, его брат взял ее через два месяца, как его брат скончался. Не дождался одного месяца. И родился ребенок. И мы не знаем, этот ребенок родился семимесячным от второго брата, или он девятимесячный от того, который брат скончался. Что делать? И Ашам Талуй – это человек, который точно знает, что он сделал грех, за который наказание Карет приносит Курбан-Хаттад. Но если не знает, он сделал грех или нет, тогда приносит Ашам Талуй, пока не узнает, что он сделал грех или нет. А если первый брат своей женой не был два месяца до этого, то это мы не знаем, поэтому мы говорим, она знает, мы это развелся, умер, три месяца она должна ждать. Дальше говоря. Гмара говорит так, Гмара приводит теперь спор о Рабиоханане и Реш-Лакиш. Мы должны видеть силу Реш-Лакиш. Насколько я сказал, спросил, если Рабиоханан – его учитель, то все, что он перенял, он же знает, как он мог с ним спорить. Объяснили Хахами мне, Рабиоханан передал Реш-Лакишу инструменты изучения Торы, способы изучения Торы. Поэтому он мог с ним спорить. И говорит Маратак, Итмар Ахол, если мы уберем вегипила, если женщина, если человек сделал халица беременной женщине, а потом у него получился выкидыш. Да, вы хорошо просто. Этот халица, считается халица или нет? Говорит Маратак, Рабиохананан Амар, Эна цереха халица, Мина Ахин, халица, мы уберем шма халица, уберем шма халица. Рабиоханан говорит, больше халица не нужно делать. От братьев, то суд объясняет, не только от других братьев, и этого брата, от братьев покойного мужа. Она была беременна, у него был выкидыш, пока она была беременна, ей сделали халица. Халица, говорит Рабиоханан, считается. И человек, который сделал ебум беременной женщине, тоже считается, имел с ним интимное отношение, считается, что он сделал ебум. Так считает Рабиоханан. Рабиохананан говорит, Рабиоханан говорит, нет, нужно и снова сделать халица. Потому что халица беременной женщиной не считается халица, и связь с беременной женщиной не считается связью. Беймакамив, Легис, Барад, ну в чем они спорят, в чем спор? Ибеймакив, свара. Мы можем сказать, или они логически вывели это, или они ибеймакив, или пасут. Теперь говорит Матар, если это мы скажем свара, он говорит так, ибеймакив, свара, Рабиоханананцевар, что говорит? Она сейчас беременна, ей сделали халица, а потом у нее стал выкидыш. Мы сейчас знаем, что у этого покойного брата не было детей. Все, поэтому заднемся вам халица действительно. Как говорит Мана, представьте себе, что эта женщина беременная. Пришел Илья Уанави и говорит, эта женщина до конца беременности не дойдет, у нее будет выкидыш. И сделали халица. Он мог ей потом сделать халица, когда ему Илья Уанави сказал, что не будет у него ребенка этого? Он мог сделать в принципе, потому что мы же знаем, что не будет. Поэтому говорит Решлак, Эль-Брабиоханан, эта халица считается действительно халицем. Решлак говорит, нет, мы не говорим, что мы посмотрим, что потом, задним числом, мы разберем, что действительно, когда он сделал халица, она была бездетная. Поэтому, мы не знали, мы думали, что это ребенок, который будет жить, поэтому эта халица не действительная. Если когда он будет выкидыш, снова должен сделать халица. И, если ты хочешь сказать, что это посуд 2, говорит Рабиоханан, Рабиоханан, он цовар, увен эн ла, амар рахмана, вегалет ли? Написано 2, когда он должен ее взять, а сына у нее нету, нет у нее, поэтому он может сделать с халица, или ибум. Решлак, он говорит, увен эн ла, айен ала, мы с вами это проходили, Решлакши, говорит, там написано, увен эн ла с буквой ют. Он говорит, читай эту букву ют, не как эн, а айен. Проверь, есть у нее, когда мы с вами проходили вопрос, если у него ребенок мамзер, он тоже считается его сыном, ты должен искать, и эта жена беременная, это тоже считается его ребенком. Поэтому говорит, Решлакш, халица беременной женщины не считается халишна. Теперь Мара объясняет нашу Мишну, по мнению Храбиоханан и Решлакши. Вначале Мишну сказал, ахолец ли вам, то вы немцедми уберете в ельда? А мы сказали, что он взял своей, кому это, жене своего брата, скажем, невестке, и бум, взял халица, ахолец, вы немцедми уберете в ельда? Она была беременна и родила. Эна была, челка яма, псула, мина кеуна. Если этот ребенок не выжил, тогда халица считается халицой, сказал Мишна, и она не имеет права выходить замуж за Коэна. Что скажет Рабиоханан? Митрабанан, Микарадин. Рабиоханан говорит, что это запрет, что она псула для кеуна, и халица считается халицой, это по мудрецам, но у него есть основа истории, это как закон Торы. Халица не уберете шма халица. Он говорит, сделави халица беременной, считается это халица. Рабиоханан говорит, что она не имеет права выходить за Коэнов, это устражение мудрецов. Не по Торы это запрет, а по мудрецам. Потому что он говорит, халица беременной, не считается халица. Дальше Мишна сказала в конце, это кто сделал в начале халица. Второй, если он брат сделал халица, человек, который взял халица, сестра своего брата, и она была беременна, и родила. Если этот ребенок умер, он может ее себе оставить. Почему? Рабиоханан говорит, что он не уберет шма бья. Он имел с ней связь с беременной женщиной, это считается, что он имеет с ней интимные отношения, считается, что он сделал ей ибум. Ребенка сейчас нету, ребенок умер, он имеет право ее оставить себе. Он должен снова сделать ей ибум. То есть, следующий связь интимную, которую он с ней имеет, он должен иметь ее во имя митсват ибум. Потому что ибум для беременной женщины, говорит, что это не ибум. Поэтому говорит, дальше гмара приводит Махлокет Абая Ирават, двухмудрецов Амураим, которые говорят так, Махлокет Рубьоханан, веришь лакич, о чем они спорят? Теперь. Они говорят так, у этой женщины, которая была беременная, у нее была соперница. Эта соперница не имеет права выходить замуж, пока эта женщина не родит. Почему? Потому что, если она родит, тогда этой сопернице не нужно делать ни халица, ни ибум, потому что у ее мужа были дети, и она свободный человек. Она должна ждать. Но говорит, гмара, раба, говорит, что халица му берет, шма халица. Бьет му берет, шма бьет. Он говорит, раба говорит так, что Рубьоханан читает, они спорят в обоих случаях, и про халица, и про ибум. Рубьоханан считает, в обоих случаях это работает, поэтому здесь получится, что эта цара и эта беременная, ее соперница сделали халица. Или, не важно, что там будет, если она родит ребенка, то она свободна, если сделали халица, она тоже освободилась. Почему нужно ждать? Но Абая говорит, что даже по мнению Абая, даже раба согласен с Реш-Лакиш, что? Халица он говорит, беременной женщиной считается халица, но ибум, даже Рубьоханан согласен с Реш-Лакиш, что ибум для беременной не считается ибум. Кроме этого, почему? Теперь, спрашивают комментаторы Гмарии, человек, который взял эту беременную женщину, он сделал ибум, он хотел же сделать митцву, правильно? Почему это не считается, мы на прошлом миссии с вами проходили, что человек, который хотел сделать митцву, почему он должен был здесь курбан принести? А они говорят, это митцва Баа Ба Авера. Он что сделал? Он не подождал, он хотел сделать митцву, но он не сделал митцву, как Тора говорит. Хахамим сказал, он должен три месяца ждать. Куда торопился? Поэтому должен принести курбан. Дальше, как говорит Мара, комментатор Гмарии, человек, который, как мы видим здесь вопрос, рассказываем, мамзер, не мамзер, человек, который родил в этот мир мамзера, он исполнил митцву плодиться и размножаться или нет? Он добавил людей в мир? Но с другой стороны, он добавил нехорошие семьи в мир? И следующий вопрос, который говорят Хахамим, был случай, когда люди шли, караван шел, напали на него бандиты и хотели всех уничтожить. Одна женщина там говорит, хочешь, я могу пойти к этому главу, к голове этой шайки, и может быть, что-то получится, чтобы он нас не убил? И действительно так получается, муж согласился, потому что никто там не хотел умирать. И она действительно идет, уговаривает, он делает с ней грех. И после этого они возвращаются к Тегорде, и приходят к Хахамиму, они говорят, он спрашивает, могу я жить со своей женой или нет? Потому что, мы сказали закон какой, если не дай бог, женщину изнасиловали, она разрешена своему мужу, если он не Коэн. Здесь это было насильно, в принципе, но с другой стороны, само действие, это было согласие. Она сама согласилась, и муж ее согласился пойти. Другой стороны, Хахамим говорит, на самом деле, когда это происходит грех, кто грешит? Мужчина, женщина, она как бы лежит, ничего не делая, а главный грех на мужчине. Поэтому здесь тоже все равно вот этот вопрос, как мы разбираем, что могли делать или нет. Другой вопрос, человек приходит, и ему жена говорит, ты знаешь, я изменила тебя с другим мужчиной. Мы ей верим или нет? Нет. Хахамим говорят, мы ей не верим. Почему? Потому что, скорее всего, она решила с ним развестись или положила глаз на другого мужчину. А если он приходит, говорит, я все равно, мне что-то не что-то, я не знаю, это мой сын, не мой сын. Можно, мы делаем ему ДНА-тестинг или нет? Работает ДНА-тестинг или нет? А они говорят, нет. То есть, даже если сегодня это есть ДНА, есть большой вопрос, который узнал, доктор проверил, и смотрит, что это не ребенок его пациента. Вопрос, он обязан мужу сказать или нет? Другое, они говорят, что 99.9% ДНА-тестинг правильный тест. Другой вопрос, как мы сказали, он подозревает свою жену. Мой сын, не мой сын, должен тест сделать. Как они говорят, мы что-то сказали? Первое правило, мы ей не доверяем. Второе правило, рубилет Ахарбат. Даже если мы скажем, что она, не дай бог, изменила, большинство сношений мужчины и женщины, это идет за мужчину. Если что-то, где-то, когда-то, случайно, не дай бог, было, мы не говорим, что это ребенок от того, а мы говорим, что это ребенок мужа, потому что большинство митцвот сношений происходит именно с мужем. Поэтому этот ребенок не будет считаться мамзера, будет считаться ребенок своего отца. ДНА-это большой-большой вопрос, мы пользуем его, мы не пользуем. Поэтому мы идем по правилам, которые установила нам Гмара. Баруфа Дуна Леула. Амин де Амин.